Служение Всевышнему Третий. Начали его в прошлый раз, даже два занятия назад. После долгих рассуждений, был определенный путь, который мы прошли до этой точки, после того, как было разобрано, что в мире существует Творец, целые врата были посвящены тому, чтобы обнаружить его в этом мире, чтобы не было никаких сомнений. И пришла очередь прояснить самые обязанности, которые исходят из понимания, что есть Творец, и мы творение. И эту обязанность мы назвали служением. В крайней мере, так она тут называется, служением. У нас это прямой перевод, это работа. Труд. Тут называется это служение. В чем же оно состоит? Прежде чем перейти непосредственно к вопросу самому основному, в чем служение Творцу. Поднимает рабыну Бахья вопрос принципиальный, который очень часто ускользает из нашего внимания. Мы всегда хотим перейти уже к чему-то, ну что надо делать, и не понимаем, что у всего есть начало. Начало – это точка отсюда и дальше, как оно должно начинаться. Чтобы поехать на машине, нужно нажать на стартер. Нужно включить машину. Чтобы у нас была вода ташеям, чтобы у нас было служение Богу, нужно пробуждение для этого. Мы говорили о том, что пробуждение нужно во всех областях жизни. Это одно из самых таких важных, центральных моментов, которые как-то скульзают из нашего взгляда. Нужно пробуждение. Как придет пробуждение для вода ташеям, для служения Богу? Как оно придет? Говорит рабыну Бахья, говорили об этом. Есть два пути. Первое – это пробуждение, что называется, вынужденное. Страха перед наказанием и выжидание награды – это уровень пробуждения посредством Торы. Тора, стучание Торы пробудет человека к служению. Но это низкий уровень. Так описывает это рабыну Бахья. Более высокий уровень – это пробуждение посредством разума. В принципе, разум должен нас обязать служению. Там все уже может находиться. И вот на прошлом занятии мы разобрали. То, что нам, может быть, и не совсем самим было бы понятно, что пробуждение посредством разума, оно более достойное, оно более высокое, оно более сильное. Оно то, которое приведет к истинному служению Богу. К истинному служению Богу. То есть, это то, что желаемо Творцу. Мы выдумали, что это связано с Торой. Нет. Он говорит о том, что, наоборот, пробуждение разума на более-более высокий уровень. Так вот, на этом занятии, тут же, так сказать, продолжение всего, что мы с вами изучали. Рабыну Бахья тут же, он уравновешивает наше это понимание, чтобы мы не думали, что отсюда и дальше, так как пробуждение разума, оно более-более высокое, то следует полагаться на разум, чтобы не произошел перекос в другую сторону. Верно, нам до этого оказалось, что все должно быть основано на Торе. Прошел, он говорит, нет, послушайте, служение, когда человек понимает это сам, когда это исходит из его сердца, из его разума, она имеет гораздо большую силу, и мы бы что бы сделали? А, ну, если так, то мне не нужно, давайте оставим, может быть, Тору в стороне, и мы поймем своей головой. Приходит Рабыну Бахья и говорит, нет, нет, секундочку. Семь причин я вам назвал преимущества служения, пробуждения служения Творцу посредством разума. Я сейчас вам назову семь причин, почему Тора имеет, пробуждение посредством Торы имеет свои важные, очень достоинства, которые нельзя пренебречь. И одно без другого оно не может существовать. То есть, это не то, что мы сделаем перекос в одну сторону, это мы забудем, или нет. Есть баланс во всем, одно без другого не существует. И вот он говорит, и теперь, теперь я намерен поговорить о достоинстве пробуждения, достигаемом именно посредством Торы, как они представляются мне в данный момент. Их тоже семь, тоже семь. Естественно, все, как вы понимаете, все цифры тут, они не случайны, да, все это построено с очень большой точностью, но мы на этот уровень понимания даже не пытаемся подняться. Семь причин достоинства, познания, пробуждения к служению Творцу посредством Торы. Первое преимущество, нет даже преимущества, пробуждения, преимущества. В чем он состоит? Такое. Человек состоит из тела и души. Поэтому, с одной стороны, его свойства и качества побуждают его предаться удовольствием, животным вожделением, и полностью сбросить в себя власть разума. И-и-и-и, так такое. Это то, что больше всего хочется человеку. Однако другие его качества пробуждают в нем отвращение к этому миру, и вызывают желание забросить все дела, связанные с его обустройством, из-за переменчивости его, ненадежности всех этих приобретений. Обили обид, забот, подстерегающих в нем человека, и обратиться к миру высшему, миру разума. Звучали таких людей. Неоднократно. Люди, которые забросили все, святы. Святы, святы. Оба эти пути нехороши и недостойны одобрения. Так говорит Рабейн Убахи. Это не наш путь. И не тот, и не другой. И не тот, и не другой. Последний приводит к разрушению жизненных основ этого мира, тогда как первый вносит порчу и разрушение во все дела человека, как в этом мире, так и в будущем. И поэтому творец великом свое милосердие и доброте отдал человеку возможность устроить свои дела и найти верный, средний путь, приносящий благо в обоих мирах и равновесие между разумом и вожделением. И это путь Торы. Учение истинного и верного, придерживающего торжества добра, как в том, кто открыл нам, так и в сокрытом. Тора отделяет человека от вожделения в этом мире и хранит его награду в миру будущего. Ну, кто следит за ходом мысли, это очень фундаментальное понимание того, что устанавливает Тора в жизни каждого из нас. Очень-очень важно знать. Разумом человек может улететь куда угодно. Куда угодно. Посмотрите вокруг. Видим, человек может добраться до каких угодно мест, каких-то угодно мыслей прийти, ему в голову могут прийти. Он говорит, нет, это нужно тут установить какую-то ясную границу, какой-то баланс, иначе всё может оказываться в большом перекосе. Почему? Две противоборствующие силы есть в человеке. Одно связанное с телесными желаниями у нас из тела, физиология с её потребностями, которое может пробудить в человеке, называется вожделение. Вожделение. То есть, предание телесным желаниям в большей пропорции, чем оно есть на самом деле. С другой стороны, у человека есть душа. Хэлэ кэлокэлокэмэмэлэ. Она из самых высших миров, она духовна. Она ей плохо тут в этом мире. Это всё материальная еда, какие-то там заботы вечные об обустройстве. Это всё претит высокой души. Что может произойти? Произойти, может быть, две крайности. То ли вожделение действительно будет так побеждать, что человек вообще отбросит всё духовное и предастся своим вожделениям. Хорошо живётся. Отдохнуть, расслабиться, снова повеселиться, снова погулять, похохотать, пойти поехать, это посмотреть, то посмотреть, нажать на все кнопки, всё попробовать, покушать, все вожделения, которые дальше не будем даже перечислять. Всё ясно и понятно. Разум не работает с такими людьми, разумный разговор, он не уместен, не понимает. Нет коммуникации на уровне вот этого разума и духовности. Это один перекос. Явно, что это не для этого человек появляется в этот мир, жить животной жизнью, потому что для этого же есть животные. С другой стороны, человек может решить, что все эти физиологические потребности, они, это не, это что-то низкое, постыдное. А вожделение – это вообще то, что нужно подавить себе всеми силами, которые есть. И мы находим на самых разных уровнях именно эту мысль, то ли на востоке, то ли тут на западе, в монастырях. Знаем, что в христианстве есть понятие монах, монашка, с разными уровнями подавления в себе вот этих таких человеческих телесных желаний. На востоке вообще дошли до больших успехов в этой области, и кто там преуспеет в их пути действительно впадавить в себе даже инстинкты продолжения рода, по крайней мере, так рассказывают. Может быть, это путь, он на самом деле достойный? Может быть, это действительно, казалось бы, если духовность, она предпочтительна, чем телесность, и кто пойдет по ее пути, значит, его работа, его путь, его образ жизни более достойные. приходит рай и говорит, нет, не это и не это, и не это, и не это. В мире должно быть золотое равновесие. Так, изначально Творец сотворил мир. Мир вообще был сотворен в полном равновесии. Только есть тут несколько элементов, которые Творец привезнес в этот мир, которые должны это равновесие разрушить. Называется Сатан, Яцарара, всякие разные, всякие разные создания духовные, которые пытаются расшатать это равновесие. Они же и пытаются и человека подтолкнуть в ту или иную сторону, то ли в сторону вожделения, потеряв духовное начало, то ли наоборот, подтолкнуть его к духовности, чтобы он начал пренебрегать своими физиологическими потребностями, так сказать, в ущерб своему здоровью. Тора, она находится, она диктует нам, и без нее бы мы не знали бы, где это, как правильно, где проходит эта середина золотая. Что есть то, что можно считать, что достойно, правильно? Сколько их заметит. Вообще без Торы мы бы не знали, что есть правильно. Есть слово такое правильно. Вот у меня есть правильный путь. Как действительно мы слышим, кто-то скажет, а я вот правильно понимаю. Эти слова, они возмущают, и правильно, мы должны возмущаться от таких слов. Что значит правильно? Это у тебя правильно, а у меня правильно другое. Сколько есть людей, столько и мнений. Но нет правильных мнений. Почему? Потому что все относительно. А правильно может быть что? Только абсолют. Там, где есть абсолют, есть абсолютная истина, там есть и правильная, там есть и правильность в этом мире. Так вот, установить, что есть правильно, помогает нам Тора, и только Тора. И в этом есть ее преимущество перед разумом, потому что разум улетит куда угодно. Придумай себе что угодно, как правило, под свои слепые желания. Так это происходит. Под свои слепые желания. А Тора, она дает нам точные критерии правильности, истинности. И не то, и не другое. Где? Вот посередине. Так как тут написано. Оба эти пути нехороши, недостойное одобрение. Почему? Потому что последнее приводит к разрушению жизненных основ этого мира. Тогда как первый приносит порчу, разрушение во все дела человека, как в этом мире, так и в будущем. Видите, и то плохо, и это плохо. Человек не может предаваться невожделениям своим, теряет свое дело в грядущем мире, он просто живет как животное. С другой стороны, никто тебе не сказал жить в этом мире, как живут ангелы. Дождись, придет время, может быть, там начнется другая жизнь, но в этом мире ты уже не знаешь, как надо жить. Нет. Тура – это путь золотой середины, который указывает, что так как человек помещен в мир материальный, и у нас присутствует тело, которое охраняет слепые силы, охранники, вожделение, их научно называют инстинкты, чтобы это было понятнее, инстинкт продолжения рода, инстинкт самосохранения, который вложил нас, это не наши охранники, а наши охранники. И мы единственное, что должны научиться, пользоваться ими в меру, точно, как Творец нам указал. Если он нам дал сладости, наслаждения от еды, то мы не должны это превращать в обжорство, то есть к кулинарию и заняться теперь, перейти в область, где все будет вертеться в нашей жизни только вокруг книг по вкусной пище, кулинарии, и все это, только и все, что приготовим сегодня, что приготовим завтра, и какие-то пюре такое, и пирожное такое, это люди, люди теряют ориентацию в жизни. То же самое и может превратиться, люди превратили и совершенно здоровое физиологическое желание продолжения рода превратили это, вытащили из этого только одно наслаждение, которое Творец дал, чтобы люди захотели продолжать этот род, отделили его от самого продолжения рода, сделали из него что-то самоцель, и нарушили пропорции, которые есть, и это запрещено по Торе. Но, с другой стороны, в рамках того, что человек, изначально Творец дает, семейных отношений, наоборот, именно для этого наслаждения есть эти семейные и интимные отношения, именно для этого, поэтому, наоборот, нужно наслаждаться, но где? В рамках того, что Творец нам установил. есть, пожалуйста, столько, в удовольствие, особенно в субботу, когда никто не говорит, что нужно поперхнуться, или нужно вообще есть так, чтобы это было противно. Вовсе нет, надо есть аппетит, тогда в меру и полезную пищу, в меру, полезную пищу, я уже не говорю про кошерную. Итак, путь, путь Торы, это путь середины, это путь, когда нету предпочтения, то есть, нету, нету этого перехода, перегиба, то ли в сторону вожделения человека, то ли в сторону излишнего, так сказать, фантазии, духовности. И это преимущество, это первое преимущество пробуждением путём Торы, перед пробуждением разума, разума у нас увидел в другое место. А вот Тора даёт нам точные, ясные критерии, без этого, мол, вы ничего в этом мире правильно бы не понимали. Второе преимущество. Пробуждение на основе разума не даёт точных определений правил, необходимых для исполнения заповедей, таких, к примеру, как молитва, пост, подаяние бедным, отделение десятин и добрые дела. Точно так же она не даёт понятия наказания полагающимся людям, не исполняющим всего возложено на них. Поэтому необходимо было дать всему этому точное определение в Торе и в указаниях пророков, так, чтобы в результате всех деталей сложилось чёткое представление о том, каким должно быть наше служение Творцу, и что ждёт того, кто уклонится от служения. Как сказано, Бог сделал так, чтобы боялись его. то, смотрите, тут снова, если мы начнём полагаться на свой разум, и этот разум придёт к идее, убедит тебя, что есть Творец, и что суть пребывания человека – это в мире служение Творцу. Ну, теперь отсюда от слов надо перейти к делу конкретно, чем я занимаюсь, как служить. Как человек хочет, человек... Что есть истинное служение? В древнем мире сжигали людей. Сжигали людей. Высшим было, так сказать, проявлением служения для чего? Во имя Башкова, во имя... Так им казалось, что идолу хочется, чтобы сожгли человека. Почему? Потому что это самое сложное, что есть. А вершина всего – сжечь своего сына. Представляете? А? Теперь людям казали, людям казали, это их не разум, они... Всё рукотворно было, им казалось, что это и есть истинное служение. Я не знаю, до чего разум может додуматься, из которой так придумали, так придумали. Посмотрите, откройте книги по древним этим культам, и просто удивишься, насколько это воображение людей, к чему оно их привело. Как знать конкретно? Разум нам не поможет в этом деле. Разум не может. Разум поможет нам понять физику, химию, в мире то, что можно посчитать. В духовности, если мы не получаем информацию точную, конкретную, мы не можем её оттуда выводить. Нам нужно её получить, получить. Единственный источник – это пророк. Его можно получить только от самого Бога. Мы сами не можем напридумать себе это. Мы можем понять многое разумом, очень многое в духовной жизни. тоже это нельзя пренебрегать. Но частные детали мы не можем знать. Поэтому он и говорит тут, что, смотрите, молитвы. А как молиться? Что есть молитва? Люди правильно придумали себе какой-то год. Действительно. А как правильно молиться? Мы же хотим так, что... Что такое молитва? Молитва в каком-то смысле это как сейф. Там внутри мы хотим благословения, верно? Мы хотим какую-то помощь себе и так далее. Но его надо открыть, его надо настроить, его правильный шифр подобрать. Надо сказать правильные слова. Вы идёте в какое-то учреждение, хотите обратиться к какому-то, знаете, может быть, не тут, тут это, да, и тут тоже самое. Были в советские времена, надо было как-то найти правильные слова, чтобы то ли к вахтёру, а потом к секретарше, были очень важные люди. Надо было знать, как к ним обратиться. А если уже дошли до министра или с кого-то, вообще точно надо было знать, какие правильные слова говорят. Эти открывают сейф, эти не открывают сейф. Какие слова правильные? Людям мы ещё можем путём проб и ошибок как-то найти, исправить себя. А как обращаться к нему? Ау, я же не пророк, я же не знаю, так сказать, я правильно или нет, обращаюсь. То, которая, она может помочь нам в этом деле. То же самое пост. Поститься хорошо, плохо. Тура говорит, надо поститься, да, да, надо поститься. А сколько поститься? Неделю. Ребята мне рассказали, что они тут из одного пришли, Вишиво рассказывал, очень интересные люди пришли, которые находились в кат, в секте, в секте такой, шаманов, их называли, шаманов, так они себя просто истязали. Почему? Потому что они поняли, что нужно как-то своё естество как-то умершлять. Так они себя неделю, а не ели, практически чуть не умерли. Взяли на себя неделю, не буду есть. Действительно, они не ели, выжили. Выжили. Кто бы сказал, что-то нужно делать? Кто сказал? Надо знать снова пост. Теперь, подаянием бедным, давать нужно или не нужно? Ну, сколько вопросов есть на эту тему. А он, а он такой, у него наверняка есть миллионы, он ещё просит, да люди, люди всё время. А сколько подавать? А нужно всем подавать? Они всё время мне на улицу подходят, мне в синагоге подходят, мне надо давать, мне нужно давать. Нужны какие-то чёткие критерии, иначе мы придумаем себе сами что угодно. Десятину нужно? А почему нужно? А почему десятину? Почему нужно? А если бы нет Беллатора, мы бы не знали, и от чего отчислять? Брутто, нет, от чего отчислять десятину? Сколько вопросов есть по любому поводу? Итак, необходимо дать всему точное определение. Разум не способен это сделать, то раз способна, поэтому она имеет предпочтение. Это вторая преимущество. Третье преимущество. Пробуждение со стороны разума не может быть действенным для всех людей, обязанных исполнять заповеди. Почему? Поскольку интеллектуальные способности у людей различны. В то же время проезжение посредством Торы одинаково действенного для всех, кто обязан исполнять заповеди. Даже если глубинное понимание Тора у них не одинаково, как говорилось в этом конце первой части этой книги. Смотрите, мы говорим пробуждение, пробуждением разума, но секундочку, надо иметь этот разум, чтобы этот разум во-первых, присутствовал. Ну, потенциально у нас у всех он присутствует, но у него просто не дали ему развиться, он может оказаться маленьким, недоразвитым, может оказаться этим разумом таким задушенным, нечистым, предвзятым, подкупленным. Просто есть люди, которые, мы видим, что с рождения они как бы по природе свои грубые, а есть такие, которые такие утонченные такие, но это уже от природы они получили, так что мы придем претензием к этим грубым, почему вы такой, у меня так, мне сам Бог родился, что вы от меня хотите, я ничего не понимаю в духовности, покушать понимаю, там что надо, митцу у кого-то помордили, там что-то построить, это я могу, так сказать, руками, то это головой, оставь мне, значит, если мы все будем, все-все-все-все в сторону пробуждения разума, должно прийти пробуждение, то этих у людей нету шансов, это рада на всем, и таким людям тоже, у них должно прийти пробуждение, как? Тора пробудет их, как она пробудет, вот видите, так сказать, без, 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 она их пробудет чем? Обязанностью простой, простой обязанностью, надо, особенно наш брату скажешь, надо сразу, а, надо, я понял, понял, снова старое поколение, но уже меньше это понимает, а кто постарше, сказать, суббота, а что такое, ну, вот тут, наверное, суббот надо, надо, тут надо, а, ну, надо-то хорошо, как только надо, правильные слова сказать, как сказали нашу брату правильные, надо, понял, то тара приходит, не спрашивает тебя ничего, и говорит, надо делать, это надо делать, это надо делать, а почему, не надо спрашивать, хочешь пробуждения разумом, пожалуйста, параллельно, так сказать, пробуждайся, но сначала начни делать, а потом разберемся. Это с точки зрения интеллектуального развития, дальше он говорит, смотри, может случиться, человек, пробуждаем, сложение разума, будет исполнять некоторую часть своих обязанностей, недостаточно, а в чем-то другом станет, делает более, чем от него требуется. Возможно, также, что сила самого пробуждения может меняться вслед за изменениями в его сознании. Однако, пробуждение со стороны не меняется само по себе. Оно одинаково у подростка, юноши, у человека пожилого и у старика, и умного, и у глупца. Разными могут быть лишь поступки, на которые подталкивает это пробуждение разных людей, но не само пробуждение. И мы видим это в том эпизоде, когда было приказано Маше собрать весь народ для пробуждения его посредством Торы, Акхель, только то, что мы читали недавно. Собери народ, мужчин, женщин и малых детей, пришельца, которого вратах твоих, чтобы услышали и чтобы учили. То есть, все одинаково, видите, всех собрали. Всех, 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 Тора для всех одинаково. Что, смотрите, каждый из нас знает, что каждое утро не одно и то же. Я же не говорю о том, что мы все разные, как только что сказали, по своей душевной организации, один более груб, один более утонченный. Но есть у нас разные периоды жизни, даже у самого человека, неважно, кто он. Есть юность, есть молодость, есть зрелость, есть, когда приходят уже к времени старческому. На каждом этапе есть совершенно другое пробуждение души, другое ощущение жизни есть. Соответствующим образом и служение Творцу, оно другое. Иногда у человека есть просто, как известно, пробуждение душевное. А иногда есть падение. Называется рцовый шов. Так у нас описано, так устроено, синусоиды, так оно. Все время человек поднимается, опускается, опускается, понимается. Один день утром молитва пошла хорошо, на другой день нет сил молиться. Все это знают, кто так не чувствует этого, он не человек, ангел. Так все устроено. Если бы каждый раз мы бы ссылались на пробуждение разума, то иди, знаешь, что мы вообще бы выполняли. Вообще, все бы со временем раз-раз и все бы оставили. Почему? Потому что всегда есть, называется, время, когда человек находится в, что называется, мохендекотну. То есть, разум вдруг становится такой недоразвитый, маленький, маленький, мозги его, и он такой, как маленький ребенок, а ему уже за 50, за 60, и неважно. Пришло, так сказать, нехорошее время. Отсюда и дальше, иди, знаешь, может только еще больше, больше скатиться и упасть. Почему? Потому что разум уже не помогает, он уже надеялся на разум, а разум стал такой, недоразвитый в этот момент, слабый, и отсюда и дальше, так сказать, падение, оно только очень легко может произойти. Приходит урай и говорит, стоп, мне неважно у тебя сегодня хай или даун, да, ты сегодня в таком эйфории, или ты сегодня в диковом, как по-русски, депрессии. Меня не волнует это. Сейчас молитва, пришло время, вставай, иди молиться. Сейчас, что нужно сказать, брахут, сейчас надо говорить, брахут, сейчас надо это или назвать, все, у нас ничего не спрашивают. Поэтому, это то, что держит человек. Тора будет, в отличие от этого разумного пробуждения, пробуждение мусульмана, Тора, оно совершенно другое, оно держит всех, одинаково, любое время, вне зависимости от нашего эмоционального настроя, духовного подъема. Держит все, не дает опуститься. Если бы не было Тора, не знаю, что мы могли бы вообще обязанности Торы, которые есть, не знаю, куда мы бы улетели. Четвертое преимущество. Известно, что обязанность служения зависит у человека от получаемых их благ, им благ. В каждом поколении появляются все новые причины, порождающие в совокупности своей блага для какого-то одного народа, но и для других народов, что обязывает этот народ к особому служению, восходящему служению остальных. Но невозможно одной лишь силой своего ума догадаться и постичь, что Всевышний избрал наш народ, который вывел нас из Египта, разделил для нас воды Красного моря, удостоил всех прочих благ, о которых нет нужды упоминать, настолько все это вообще известно. И отделил нас Творец, будь он благословен, в служении от всех остальных народов, обязал нас посредством этого служения благодарить его и назначил за него в великой доброте свою награду, которую невозможно описать, награду и в нашем мире и в будущем. еще одно колоссальное преимущество Торы перед пробуждением разума. Смотрите, сейчас он переводит сейчас внимание наше совершенно на другой аспект. А ну давайте посмотрим на историю всего человечества. при этом до этого что он нам говорит о том, что в принципе служение зависит от человека, от получаемых благ. То есть ясно, очевидно, дальше что-то об этом будет больше говорить, что если человеку дается больше разума, значит с него и спрашивается больше разумного. Дается ему больше средств, благ, денег, значит и будут больше спрашивать с него именно в этой области, насколько он другим помогал и так далее. То есть согласно получаемых благ и обязанность служения она соответствующим образом меняется. Давайте обратим внимание, он говорит, на народы мира, на удел, который у каждого из них есть. Вдруг мы видим о том, что какой-то народ вдруг развился, поднялся на самую вершину человеческого существования, захватил всех, известен, прославился. В том раз исчез. Исчез, не вдруг, а постепенно, как мы видим. История мира, она так, полна примеров народов, которые они, что называется, прошумели и исчезли с этой сцены истории. Как его понимать? Интересно, есть в истории раздел, который называется «История Софья». Они все, может быть, знакомы с этим. Как правило, история, как, условно говоря, область знания, она предполагает установление точной хронологии событий, установление событий, истинности событий каждые из них, настолько, насколько это возможно, в прошлом. То есть, установить историческое развитие, которое произошло, всяких событий с каждым народом в отдельности и всего вместе. Но есть часть истории, которая называется «Истерия София», которая, это попытка понять внутренние какие-то механизмы развития народов. То есть, история уже перед нами открыта на последние, по крайней мере, 2000 лет довольно-таки ясна. То есть, мы знаем, человек знает, сохранились исторические сведения, более-не-менее, даже больше, чем 2000 лет. И можно проследить за всей этой историей и посмотреть, и попробовать найти какую-то закономерность. И действительно, люди пытаются это делать, люди умные, мыслители, историки пытаются понять внутреннее содержание, то есть, внутренний механизм этой истории человечества. Есть ли он вообще? Есть, которые говорят, что это не существует, невозможно найти никакой закономерности, которые говорят, да, я нашел закономерность, вот она, его спаривают, ну, уже много докторских сделали на эту тему, результатов особенных нету, но разговоров много об этом есть, это, в всяком случае, мне интересно читать. На чем это все основано? На разуме человека, одному кажется так, другому кажется по-другому, приведет такие аргументы за, такие аргументы против. кто может знать, если какой-то внутренний механизм, тот, который этот механизм и завел, тот, который все это двигает эту всю историю, ведь одно из двух, если творца нет, то занимайтесь этими гаданиями на кофейной гуще, если есть творец, то ничего случайного в этом мире нету, что это значит? Это значит, что если этот народ поднялся, это не случайно, есть причина. Он упал, есть причина. Если вообще такой народ существует, тоже есть, если этому народу вдруг ему, то сказать, какие-то блага, какие-то вдруг, ну там, нашли там, нефт, там, какие-то, еще что-то, есть, которые живут в горах, а есть, которые живут в очень плодоносных долинах, есть, которые живут просто в живописной природе, а другие просто, ну, самые ужасные, условия жизни. Как так? Если Творец, он тот, который не только сотворил мир, но управляет им, что это и основа нашего мировоззрения, значит, ничего случайного нет. Каждый народ, согласно того, что он получает, согласно этого, и мера служения, которая должна быть перед Творцом. Теперь, тут же он обращает наше внимание, говорит, секундочку, а присмотритесь к тому, что выпало на вашу долю. Мы сказали, это только в одном слове от других народов, есть четко ясная закономерность, это не наша тема, это захватывающая тема, понять, каким образом развивалась история, почему именно этот народ, он поднялся, почему он опустился, и почему, как это все это происходит, это очень-очень интересная тема. Но это не то, что тут мы должны разбирать. То, что Робин Байкер, он хочет пробудить нас, это к тому, что, секундочку, присмотритесь, если вы бы разумом пытались бы осмыслить свою историю, своим разумом, вы бы ни до чего хорошего не дошли бы, каждый бы придумал какую-то свою диссертацию, это точно. То, которое может нам раскрыть истинный замысел того, почему вас Творец выбрал, и что, какой механизм состоит за этим, что двигало все этим, какие истинные причины были. Выбил нас из Египта и разделил для нас воды Красного моря, достал всех поручих благ, и отделил вас Творец служения для остальных народов, и обязал нас в посредстве служения благодарить его, и так далее, и так далее. И все дал, все дал, все дал, а присмотритесь. Без Торы вы бы этого не знали. Без этого Тора вы бы не знали. А отсюда вы понимаете, что естественно, что если он, сам Творец, вывел вас из Египта, он не делает это не для одного народа. Разделил это Красное море, делал вам ясное чудо, дал вам Тору на горе Синаи, когда это раскрытие было явное перед всеми. Все были пророками, все как они. Ну, это к чему-то нас должно обязать. То, что он говорит, это тоже должно нас обязать. Но истинное понимание этого без Торова у нас бы не было бы. Иди, знай, если бы разумом и каждый себе мудрец сам себе. Иди, знай, на что бы нам придумали бы. И уж точно бы не смотрели бы в далекое прошлое, как все остальные там мыслители и народы. Только как все это интересно знать, что там думали. Но это их ничего не обязывает. А у нас это полное обязательство. Вот, скоро Песах, будем рассказывать сыну, внуку. Мы были рабами в Египте. Интересно, нас вывел оттуда. Это наша вся вера, основа веры построена на этом. Основа основ. Без Тора мы это бы не знали. Поэтому в этом есть большое преимущество, когда пробуждение приходит посредством Тора. Мы понимаем, какая степень обязанности нас, служения Всевышнему, как у народа. Это четвертое преимущество. Пятое преимущество. Пробуждение со стороны Торы это подготовительный этап, предшествующий пробуждение со стороны разума. Помните, первые те семь, которые говорили наоборот, там тоже звучала эта тема, но только там говорилось, а, если Тора предварительный этап, то естественно, что разумное пробуждение, оно более высокое. Теперь тут разбирается вторая сторона. Без этого пробуждения со стороны Торы никогда не придет правильное пробуждение со стороны разума. Значит, в этом есть и сторона достоинства и преимущества пробуждения посредством Торы. Без нее вообще ничего не начнется. Первое также служит второму источником подтверждения доказательств. В молодости человек нуждается в воспитании и руководстве, призванных оградить его от вожделений, пока не окрепен и не зазреет его разум. Подобно этому женщины и также мужчины с недостаточно зрелым и сильным разумом не подчиняют себя его велениям, ибо он не стоит власть над ним. Им необходим некий средний путь, который будет им по силам, и потому исполнение заповедей Торы и зиждется на ожидание награды и страх перед наказанием. Есть колоссальное преимущество, колоссальное преимущество Торы и пропоржем средства Торы и пропоржем разумом. Раньше мы говорили, смотри, не у всех есть разум, но есть совершенно объективные данные в этом мире. Мы же не все можем сразу же понять и осознать разумом обязанность пробуждения к служению Творцу. Почему? Потому что, скажите, вы видите трехлетних, десятилетних, пятнадцатилетних детей, у них есть возможности, такими же были, каждый из нас помнит приблизительно какие ощущения у нас были в этом возрасте. У нас там разум двигал нами. Нами двигали все, 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 я царим, который только я человек, и двигали в это время. Ну, а что же человек будет делать до этого времени? Так что он пропадет? Если у него на данный момент просто нет разума по определению не должно, у него нету еще, до тринадцати лет вообще нету, а после тринадцати лет, иди, знай, пока развется до двадцати, иди, знай, когда на самом деле оно пробудется. Приходит, ура, и говорит, секундочку, разума у тебя нету, верно? Дубину видишь? Вижу, говорит, хочешь получить? Нет, не хочу. Все, страх наказания. Конфету хочешь? Хочу. А, значит, это надежда на вознаграждение, так сказать, это тоже может тобой двигать. Это ты понимаешь? Понимаю. Я фиму. Так знаешь, ты получишь. Вот-вот-вот зажгешь свет в субботу, получишь. Не сейчас, аукнется тебе. Вот тебе как. А хочешь вознаграждение? Воздержись от этого, получишь вознаграждение. Понимаешь на этом уровне? Понимаю. Я фиму. Значит, достаточно человека продержать до определенного возраста, хотя бы на уровне пробуждения посредством Торы. Почему? Потому что это второй уровень, тот самый желанный, который мы хотим. Он просто еще не настал. Еще не настал. Тебе, будьте внимания, он говорит, смотрите, это не только у детей, не только у подростков. Когда взрослые люди, просто они все, ну, никак не могут повзрослеть. У них только тикает этот день рождения. Они знают, сколько им лет по количеству этих самых мосибот, вечеринок, которые они устроили. Не день рождения, святое дело у нас, день рождения, верно? В ресторане. Вот каждый делали в этом ресторане, делали в этом ресторане, делали в этом ресторане. Вот он столько помнит, сколько у него было день рождения. А повзрослеть? Тоже надо же параллельно, это тоже какая-то обязанность, которая есть. Китсур, требуется пробуждение посредством Тора, а без нее куда денемся? Просто, просто не сможем, не сможем продержаться до того момента, когда на каком-то этапе в 30 лет, в 40 лет, в 50 лет, в 60 лет, всегда в надежде, что придет пробуждение посредством Разума. Но до этого времени, чтобы продержаться, нужно пробуждение посредством Торы. Продолжает и говорит Рабейн Убахия, тот, кто в своем служении не ищет облегчения, исполняя все, к чему обязывает Тора, находится на ступенях благочестивых, чистых от греха, даже если пробуждение его связано только с наградой и наказанием. И он и стоит наградой в этом мире и в будущем. Но человек, который поднимается с этой ступени к служению пробуждаемым разумом, достигнет ступени пророков и величайших праведников. Награда ему в этом мире становится радость от сладости служения Всевышнему. То он, как бы, завершает ту же самую мысль и говорит, смотрите, и те, которые прожили даже всю жизнь и не пробудились, а только жили согласно пробуждению Торы. То есть, страха перед наказанием и надежды на вознаграждение, тоже хорошо он говорит, они тоже находятся на ступени благочестивых, чистых от греха. Достойные награды в этом мире, в будущем. Но только надо знать о том, что это не это, то желаемое, для чего человек появляется в этом мире. Естественно, что это то, что это хорошо, все нормально, программа минимум выполнена, но самое желаемое это пробуждение посредством разума, которое может привести человека к ступени пророков или величайших праведников. К этому надо стремиться. В конечном итоге, так сказать, это и есть истинная цель, служение, к которому нужно прийти, пробуждение должно прийти разумом. Как только приходит разум, человек может как метеор подняться вверх, промчаться быстрее, чем остальные. Это было пятое преимущество. Давайте придем к шестому преимущество. Тарас задерживает два вида заповедей, такие, причины которых не подвластны нашему разуму. Например, заповедь об очищении посредством пепла красной коровы, запрет на смесь шерсти и льна в одежде и так далее, исполняемые из послушания и такие, что корни лежат в сфере доступного нашему разуму. Все очень просто. Секундочку. Если мы начнем пробуждаться разумом, разум. Есть много людей, кстати говоря, в мире. Получаю много писем от людей самых разных, самых разных мест, которые действительно пробудились. В основном неевреи, конечно. Можно сказать, практически все неевреи, которые духовная жизнь прельщает их, которые пробудились разумом к тому, что есть Творец и что необходимо служение. Они стремятся теперь служить. А как? Как? Смотрите, есть семец водной ног. Хорошо, семец водной ног попробовали. Нет, недостаточно. Хочется чего-то более определенного. так люди говорят. Больше, я знаю, более высокого, я знаю, много других остальных фантазий. Это уже не будем касаться. Но факт тому, что есть, если человек пойдет разумом, и только разумом, то есть он сам попытается понять, в чем есть служение Творцу. Как мы уже говорили, много примеров. Единственное, до чего он додумается. Но уж точно не додумается, что нужно накладывать филин. Сто процентов. Никто. Сколько людей на Востоке, они поняли величие духовного развития, насколько тело, оно мешает этому, насколько оно презрено должно быть, сколько они усилили, сколько этой духовной практики, необыкновенно высокой развитии там есть. Все и обыкновенная вещь. Умение контролировать свое тело, и даже порой и мысли, и концентрация мыслей, и душевное состояние. Колоссальные успехи. В жизни, кто там не додумался, что в принципе желание Творца, чтобы я накладывал филин. Кому-то в голову такое придет. Ходить с цицитом, кому-то в голову придет. Мезузу придет в голову. Никто не придет в голову. Более специфично он говорит, смотрите, ладно, я не знаю, может быть, часть митцвот, люди сами как-то догадаются, но вот о том, что есть такое понятие, как духовная нечистота, и о том, что очиститься от нее нужно что-то такое, что уж точно в голову не придет, что нужно там есть какая-то красная корова, и надо ее сжечь, есть определенная процедура, и только посредством этого пепла от этой красной коровы можно себя очистить от этого. Кто может до этого додуматься? Столько деталей там есть. Кто понимает, что такое кошерное? Кто понимает, что такое кошерное? Почему нельзя молоко с мясом? Ну, почему? Скажите, почему, почему вот у самой животной с этим пятачком? Почему оно запрещено? Ведь оно на самом деле вкусное, верно? Оно же вкусное, полезное, как говорят, вкусное, питательное мясо. Почему оно запрещено? Оно же не на уровне того, что оно, так сказать, приносит вред моему телу. Есть люди, которые, наоборот, видим, они питаются этими животными, и они довольно-таки выглядят здоровыми, и даже очень крепко здоровыми. И тем не менее, запрещено. Почему? Есть запрет келяйм, шатность, шерсти, лен. Почему нельзя шерсти, лен? Причем тут оно с другом. Сейчас все пиджаки, мы идем, нас тут все разбирают, все проверяют. Купили новый себе костюм, вернули его в полусобранном состоянии, проверили, и зато кошер. Кошер, нельзя, почему нельзя? Скажите, разум может до такого додуматься? Теперь скажете, секундочку, а что Авраама верно? Но что у нас сказано? Хадая Авраам. Один был Авраам такой. Величие, которое его, оно, видите, повлияло от него и до нашей жизни. Ну, найдите другого человека, который так, который, который, который так повлиял, который сам понял, который сам разобрался и соблюдал, соблюдал, понял суть реальности и сам дошел до понимания, что нужно такую митву и такую митву и такую митву. Как он дошел? Это отдельный вопрос. И он был один такой. А в основном люди в их попытках, они не так очистили свою душу, чтобы дойти до истинности всего. Поэтому они ходят в разные стороны, они приходят к другим разным мнениям, фантазиям, по-моему. Уж точно они дойдут до всех запретов, которые разум не помогает нам к нему прийти. Теперь, подождите, но это не все. Теперь, а что с запретами и повелениями, которые, да, разум понимает? Есть, знаете, у нас деление, митву от 1613 заповедей, они делятся, есть интересные мудрецы, делят на всякие разные категории. Одно из деления на категории, это деление на митву, который разум понимает и который разум не понимает. Который не понимает, мы с вами перечислили типичных представителей. А все остальное понимай, не убей. Все понимают, что не надо убивать, потому что не хочешь, чтобы тебя убили, не надо, чтобы другого. Вообще это неприятно такое, убивать это. Плохие последствия. Не кради. Естественно, что не кради, потому что я не хочу, чтобы меня украли, поэтому давай договоримся, я не у тебя, ты не у меня. Будем жить хорошо. Не при любодействии. Ну смотри, это уже разрушит все наши семейные устои. Нехорошо тоже. И все остальное, что все у нас встали написано. Каждый разум мы можем понять за словами, это нехорошо. Нельзя, нельзя, нельзя говорить неправду. И так люди должны сами это понимать. Сами понимают. Ой. Вот тут-то рай еще в большей степени она нас обязывает и имеет преимущество на разум. Почему? Потому что мы могли бы что-то сказать. А, разум и так нас это обязывает. Зачем мне эту митсу? Что вы там сказали на горе Синай, не кради, не убивай. Я и так понимаю этого. Разум меня это обяжет. Разум тебя обяжет? Очень хорошо. Давай посмотрим, что тебе обяжет разум, если ты, предположим, родился под, называется, под Марсом. То есть, у тебя такой кровожадый характер. То есть, кровь точно прольется. Непонятно только у кого, и где, и сколько, но крови будет. Обязательно. Почему? Потому что такая натура. Такая натура. Видите? Если я кого-то не прибью, кому-то, так сказать, жизни нет. Скучно. Или просто, так сказать, не согласны моим размерам. Тоже поймешь, тоже разум тебя обяжен, не убей. Или есть люди, которые, они крадить для них, они как будто, знаете, для них только, ах, ну тянет просто, ну вот просто вот вожделение, вот чужого имущества, и просто тянет. Тоже, может, вам легко разум подскажет. А есть, которые, знаете, вот противоположный пол. Мужчины подскажут, что это верно. Может быть, не все, но те, которые здоровы, и они наоборот, они, так сказать, хотят всех, что называется, со всеми. Наоборот, что за них прелюбодействует? Наоборот, надо прелюбодействовать. Самое удовольствие, это прелюбодействие со своей женой. Это не это удовольствие, а с чужой. Наоборот, это больше всего, и как раз я в удовольствие по этому прелюбодействию. Это самое, 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 что ей. Вот такого спросим. Тебя разу тоже поможет тут остановить? Ты же сейчас целую теорию построишь. Ты для этого целую теорию эволюции придумаешь, чтобы сказать, что это не я, что ты хочешь. Это эволюционные последствия. Это отбор, отбор, что вы хотите. Это не я, это отбор, естественный причем, не искусственный. Эволюция толкает меня вот на вот с соседкой, с тем, и с той, и с третьей, что вы хотите. Надо оставить больше следов, больше размножения. Ну, смотри, не получилось размножения, но, по крайней мере, я пытался. Они же пытаются это оправдать. Идеологию придумали. Тоже разум поможет? Мы видим, как раз не помогает, как раз наоборот. И тогда приходит Тора и говорит о том, что смотрите, я не интересуюсь вот всеми вашими склонностями. Один кровожадности, один крови, другому, к продолженному полному, третьему, к чему-то, к злословию третьему. У нас все одинаковы. Всем одинаково, без всего запрещено. Запрещено тому, кому легко преодолеть запрет, легко, так сказать, сохранить запрет, не убивай, и тому, которому очень сложно, и которому легко, сказать, по причину своей слабости мужской или, знаете, сохранять, не прелюбодействовать. Для него это очень легко. Почему? Он вообще никакого стремления уже не имеет. И тому, которому очень сильно хочется, всем одинаково. Всем одинаково. Разум не поможет. То, которое. То, что об этом тут сказано. наличие в Торе заповеди второго вида объясняется тем состоянием, в котором находился наш народ в периоде рывания Торы. Животные вожделения были сильны, а разум и понимание, обязывающие к исполнению подобных заповедей, ослаблены. И потому оба вида заповедей предоставлены в Торе одинаковым образом. Она одинаково пробуждает к исполнению тех и других. И не важно, что это вы не понимаете, а это да, понимаете, в одинаковой степени она обязывает. Потому что то, что мы не понимаем, как мы сказали, ага, без этого разум вообще бы нам не помог. А то, что вы понимаете, ну, если будете опираться на это, иди знай, куда ваше вожделение, куда ваши эти качества человеческие, куда приведут, иди знай, как вы это используете в общем. Тоже не поможет. Поэтому Тора, она одинаково всех нас обязывает. Тот, у кого разум и понимание сильны, должен пробудиться себя в исполнении заповедей обоих путей, обоих видов двумя путями, как посредством разума, так и с помощью Торы. Тот же, у кого сила разума не столь велика, чтобы он мог осознать свои обязанности, должен черпать пробуждение только из Торы. Почему? Кнут и пряник. Боюсь кнута, желаю пряник. Это преимущество шестое. И преимущество седьмое, последнее. Первоначальное постижение Торы нашим народом осуществлялось через человека-муше, пророка, и сопровождалось знаками и чудесами, доказывающие истинность и божественность, которые видели, ощущали в одинакой мере все люди без всякой возможности отрицать и не принимать увиденное. Вау! Смотрите, пробуждение посредством Торы, видите, последнее, это то, что самое как бы основное. мы с вами эту тему разбирали подробно в первых вратах познания Творца, откуда мы знаем, что есть Творец. Есть несколько путей к познанию Творца. не будем ходить снова в эту тему. Есть путь умозрительный, то есть, путь попытки понять, построить логические умозаключения, в результате которых мы придем к выводу, что наблюдаемый мир, у этого наблюдаемого мира есть первая причина, он и есть Творец этого мира. Очень хорошо. Но мы видим о том, что люди наблюдают этот мир и приходят к противоположным выводам. Каким? Наоборот. Видите, мир какой необыкновенно сложный, красивый, все случайно. Как? Случайно. Долго-долго бились, видите, люди мы выбились. Это тоже бывает. То есть, получается, что тот же разум может привести нас и к такому выводу, и к противоположному выводу. Он говорит, знаете же, это разум вас приведет к этому. Поэтому насказано на разум не полагайтесь, а тут мы знаем историю о том, что еврейский народ удостоился пророческого раскрытия Творца. То есть, если мы говорим о том, есть ли какой-то путь познания, что есть Творец, есть только один единственный путь, который не оставляет никаких сомнений, совершенно ясный, очевидный, стопроцентный познание Творца это путь пророческий. То есть, когда человек будучи в состоянии пророческого духа, он воспринимает реальность Творца непосредственно. Что такое слово непосредственно? Ведь все остальное как? Посредственно. Посредством чего? Пяти органов чувств. У нас есть пять органов чувств. Есть внутри душа, она закрыта, как, знаете, за тело. И у нас она там может подсматривать за тем, что есть в этом мире через глаза. Слышит, через уши. все скрыто от нее. То есть, глаза скрывают реальность, уши скрывают и только дают возможность видеть то, что позволяет видеть глаза. Понимаете? Пророческое восприятие Творца, оно без органов чувств. Поэтому, как сказано, слышали звуки. Слышали, извиняюсь, слышали, видели звуки. Видели звуки. Как мы видели звуки? Звуки мы не видим, мы слышим. Имеется в виду намек на том, что обыкновенные средства, то есть, органы чувства, они не участвовали в этом, а восприятие было непосредственное. Самое непосредственное восприятие. То, что говорится тут о том, что без Тора мы бы это не знали. Первоначальное постижение Торы нашим народом осуществлялось посредством человека-мушей и сопровождалось знаками чудесными, доказывающими ее истинность и божественность, чудеса, которые доказывали это. То есть, мушей говорил о том, сейчас произойдет чудо, оно происходило. Сейчас он говорит, сейчас оно прекратится, оно прекращалось. Сейчас будет следующее изменение всех природных законов. Произошло. Оно сейчас прекратится, прекратилось. И так десять раз подряд. Каждый раз это было направлено на какие-то другие законы природы, другое понимание устройства мира, которые были в те времена, чтобы разбить все эти представления не у египтян, а у кого, а у евреев, которые в это, естественно, верили. То есть, Тора имеет колоссальное преимущество в пробуждении служения Творцу. Именно в этом в основе все веры, чем у разума. То есть, Тора, она имеет тут колоссальное преимущество. И давайте только завершаем. Говорит Равейн Бахи, всякий, кто осознает, какие блага он получает от Всевышнего наравне с остальными людьми, должен поверить, что он обязан принять на себя служение Богу во всем, к чему обязывает разум. Когда же человек осознает также и те блага, посредством которых Бог отделяет свой народ от всех прочих народов, он должен поверить в свою обязанность исполнения заповедей Торы, непостижимой для нашего разума, заповедей, которые свободны, от которых свободны остальные народы. Точно так же. То есть, сейчас он как бы подводит итог всему сказанному, завершаем это завершаем наше занятие, подводит итог, он говорит о том, что после того, что мы сказали, с Тором мы знаем о том, что есть много обязанностей и особенностей, которые есть у нас, и без Тора мы бы этого не знали. Нас, как народу, например. Снова возвращаясь к той же мысли о том, что у нас есть другие обязанности. Почему? Потому что Торрец выделил нас из других народов. Значит, у нас совершенно другие обязанности. Нам больше дается, с нас больше спрашивается, поэтому и обязанностей больше. Точно так же, когда он осознает благо, которое достоило его колено левитов или еще более узкую группу внутреннего священнослужителей, выделяя их из всего еврейского народа. если он сам левит или священнослужитель, должен проверить свою обязанность и исполнять заповеди, которые отличил их Бог. И мы действительно находим в Торе 24 вида заповедей, исполняемых священнослужителем, то есть, коганим, во время службы в храме. И, соответственно, этому 24 вида вознаграждения, которые удостоил их творец, называем дарами священнослужителей. То есть, называется матнотка Уна, кто знает, 24 матнотка Уна, подарок, который есть. То есть, что он хочет сказать? Скоро сказать о том, что, присмотритесь, у всех на своем уровне, согласно того, что мы получаем, эти знания только из Тории мы можем получить, совершенно другой уровень служения. Разум не поможет нам в этом. То, которая помогает вам в этом. Тут и находится преимущество колоссальное, которое есть в Торе. Дает, посмотрите, вы как народ, в отличие от других народов. Посмотрите, внутри нашего народа. Обязанности левиим, они другие. С них больше спрашивается. Среди левиим есть еще одна группа, называется коаним, священнослужители. И тем более с них спрашивается. Мы видим точную пропорцию, которую Творец установил. У них есть 24 вида работ, им полагается 24 вида подарков. Точная пропорция, одно согласно другому. Завершим только, сказав это. Но если человек в своем служении не исполняет всего того, что возложено на него, соответственно, благом, получаемым им, и это доведет его до того, что он не будет исполнять также возложенное на него, на его семейство или на группу, в котором принадлежат, те же левиты, те же священнослужители, а затем и того, что возложено на него, как на еврея, и оставит Тору совершенно, в конечном итоге, не принимая на себя Тору, он не будет исполнять и того, к чему обязывает любого человека его разума. И когда он не станет исполнять даже того, к чему побуждает разум, его нельзя будет уже называть живым, обладающим даром речи, человеком. Скотина с ее природным пониманием будет разумнее его, как сказал пророк Ишияу, знает, вол, владелец своего, осел, ясли хозяина своего. Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Так завершает он этот раздел, раздел третий, и говорит, смотрите, если будем полагаться на разум и будем принадлежать Торой, конец практически известен. То есть, шаг за шагом все дойдет до того, что все будет оставлено. Человек своим разумом начнет думать так, по-другому, и видите, как один за другим вначале обязанности самые высокие оставит, потом даже обязанности, который не будет принимать себя Тору, он не будет не исполнять, например, к чему побождает его, например, не быть левитом, то, что священнослужительным, а затем и тобой, что возложено как на еврея, оставит, и в конечном итоге Тор оставит совершенно. Почему? Полагаясь на разум. Как мы это видим, как только человек отходит от Торы, как только прекращает учиться, особенно нас это касается, касается нас очень-очень-очень-очень. Ноги болят чувания, начинают очень хорошо. Учатся, то это проходит пять лет, шесть лет, вдруг приходит какой-то, а я уже разбираюсь, уже понимаю, много дел, быт заел, проблемы и так далее. Прекращает учебу, вдруг видишь, постепенно, постепенно человек просто деградирует. Почему? Потому что без того, чтобы нету постоянной учебы Торы, нет постоянной поддержки духовного, подъема, духовного развития, есть неизбежный спад, неизбежные падения. И да, в конечном итоге, он что будет, он не будет исполнять даже то, что разум его обязывает. Разум вообще уйдет в другое место, и тогда он будет, как тут написано, видите, слово такое не очень хорошее, скотина, слово такое не очень приятное, животное, просто животное. Действительно, уже животное есть, нам не нужно, чтобы таким до этого доходить. то мы с вами разобрали семь причин, семь причин, почему пробуждение посредством Торы имеет преимущество, чем пробуждение посредством разума. На этом занятие закончено. Всего доброго. Привет из Русалима. Кольтов.